Эхо Я в четвертом классе учил тогда, в сорок четвертом году. Вот вы приехали в Казахстан, как вас там встречали? Нас вообще не встречали. К нам в вокзал приезжали брички. Тогда ни машины, ничего не было. Такое время было, которое у них это бестарк называли. Два лошадь запряженные, это бричка, бричка. Эти брички были специальные из поля, которые зерновозящие брички были. На этой бричке пришли нам на встречу 50 км вокзал. Люди пришли. Не люди, но дети пришли. Людей не было там. Там ни одного, выше 14 лет, ни одного мужчин не было. Ни одна душа не была. Женщины, девочки и вот эти парни, пацаны. Больше никого не было. Они зачем пришли? Вас как бы встретить, проводить? Нас забрят. Забрят. Туда. Собесили они забрали. Пришли они. Ну, мы месяц примерно, мы отсюда туда целый месяц ехали. На вагон, на телячий вагон. Целый месяц. Нас здесь загрузили. Тут есть вокзал в Кокореке. В этой в Кокореке нас все туда возили. На судобекрах. Вот. И загружали вот эти телячьи вагоны. У телячьего вагона сейчас тоже нет ни окна, ничего. Один окошко, больше ничего нет. И там ему форточка, все, больше ничего нет. Вот эти телячьи вагоны. Собрали их внутри. Кладбище, где забор внутри. Собрания нету. И автоматы, или тогда это петрозарядочная винтовка были, все набрали. Их грузили в подводах, перевезли на волок. Ничего взять не давали. Ничего. Ни килограмм. Ни одежда. Как их вот так собрали к кладбищу? И вот так загнали в подводах, в быках, перевезли на волок и судобекер грузили. Судобекер грузили их. Я не знаю тогда, в Хасаюрте это поезд был, нет. Он рассказывает, где-то числа черверты. Перевезли в Хасаюрте. Там вот этот скотный вагон есть, 62 тонн. Вот это окно нету, ничего нету. Туда загнали их. Ни кушали, ни ничего. Мой родитель рассказывает. Вот так нас везли туда. Скажите, пожалуйста, вас из этого села выселяли в 44 году? Удигер дохинтку. Туда на дырц дыр. Ухш боженш, дыр, 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 дыр. Ухш боженш, дыр, дыр, дыр. Ухш боженш, дыр, 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 дыр. Выселка была направлена в эшелон Фрунзе, столица Киргизской ССР. Но на рассвете судного дня Встаньте из праха Встаньте из пепла, дыма, огня Души Хайбаха Небо Хайбаха горьким дождем Плачет по мертвым По убиенным страшным огнем В сорок четвертом В 1944 году, 23 февраля Я учился в 7 классе Я шел в школу Когда я шел в школу Мне встретились два женщина Зина и Хура Русские женщины Они преподаватели Когда я шел в школу Не доходя до школы Они встретили меня Сказали, что Мы сегодня не учимся Просто Я не знаю, как сказать Просто Плакали они просто В этот час Я молодой Я ничего не знал Я же не знал ничего Раньше же не было 23 февраля Не учились Этот праздник не был А какой это праздник Может быть Я шел домой Пошел домой Я сказал Матери Вот такое Такое положение Что мы вернули Через несколько Время Приводит солдат Дом Наш Давай Собирайтесь Куда Собираться Что В чем дело Мы же ничего не знаем То и другое Давай Собирайтесь Быстро Собирайтесь Там Висели Эти Занавески Сорвали Вот Это Завяжи Вот Это Твое Мат Имущество Что Завязать Пластанте Что Дом Осталось Скотина Осталась Все Что Осталось Здесь Выгнали Мать шла Впереди Детями Четыре Детей Шли За ней Плакали За ней Шли В школу Скорби суровой Горы стоят В белых Папахах Как Часовые Свято Хранят Память Хайбаха Очи Хайбаха Блиться живым Смотрят Сквозь Пламя Всем Убиенным Душам Святым Вечная Память Память В Гудермете На Грузии Ну, Деленый состав был Некоторые Вместо Вот это Паровозы Слабые С места Трогать Не могли Так Дергали Даже С верхней Этажа Верные Нары Падали Так Трудные Ну, По какой Дороге Казахстан Я даже Этого Не знаю Тогда Казахстан Копчетовская Область Каждый Больший Городок Обед давали Каждый Вагон Вагон Старший Он знает Вагон Сколько Человек Он идет Впереди Мне 16 лет Был А я иду И другие идут Сзади С ведрами И сумкой А там Булочки Хлеб И черпа Давали В ведрах Когда мой отец Ушел на фронт Мне было всего От роду Три месяца Отец Мой работал В колхозе Чабаном Ему было Где-то 43 года От него Писем не было Был он Человек Неграмотный Мать Как рассказывала Что От него Было единственное Одно письмо Спустя месяц После ухода Его На фронт После этого Мы никаких Вестей От него От него Не получили Нас Обеспечивал Ухаживал За нами Это Тела Он вернулся Он вернулся Он вернулся В родное село А села нету Время Время чеченцев, к нему дороги не было к селу. К этому селу спускались на веревках два взвода и командир батальона по фамилии Гангадзе, замполит батальона по фамилии Панич. Они на веревках спустились, рослые, здоровые, горный стрелковый батальон, который должен был сражаться с этим Эдельвейсом и так далее. Возник вопрос, как теперь их вывозить, чтобы отправить в Среднюю Азию в высылку? Как их выводить? Их каждого ребенка, царика, женщины, каждого надо привязывать и вытягивать себя наверх, как они спустились. Распредложение унес замполит Панич. Он сказал их хлопотно поднимать, давайте мы их всех в расход и закинем в ущелье. Этой идеей воспротивился молодой русский парень, командир взвода Шингарев из Белгородской области, бывший солдат этого батальона. Он сказал, я не буду стрелять стариков, женщин и детей. За что получил по лицу от командира своего Гангадзе рукоятка и пистолет. Тогда он встал среди этих людей. Тогда этот Шингарев, молодой лейтенант, пошел и встал среди этих сеченков, стариков, детей и женщин. Тогда стреляйте и меня. Развала же команда огонь. И все выстрелы прошли над головами. У людей не хотели стрелять. Тогда командир батальона и замполит набросились на солдат. Начали кричать, вы что делаете, почему не стреляете и так далее. Тогда двенадцать бойцов, весь взвод этого Шингарева, бросил оружие и встал рядом со своим командиром среди этих сеченков. Второй взвод командир взвода по фамилии Усманов. И взвод Усманова выполнил приказ. Расстрелял двенадцать бойцов, командира Шингарева и все население этого маленького села. И сбросили в пропасть. Потом в рапорте отметили, что в селении Майсты оказали ожесточенное сопротивление. Лейтенант Шингарев со своим взводом погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом совсем недавно участник этих событий Василий Полубоярский поведал в своей местной газете. Оттуда оно перешло сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok